Это Владимир. Это еще один город, куда приехала передача «Споемте, друзья». Первым была Одесса. Там мы убедились, что радушие и непосредственная реакция зрителей так называемой провинции весьма и весьма помогает, поскольку создает неповторимую чудесную атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok Прошлое древнего русского города и поражаемся величием наших предков. Сейчас вы видите участников нашей передачи или, как модно теперь говорить и писать, нашей музыкальной команды. Не подумайте, что сегодня во Владимире еще лежит снег. Передача, конечно же, снималась раньше. И сегодня этот снег уже растаял. Итак, приглашаем вас в концертный зал Владимирской филармонии. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер, дорогие владимирцы. У вас в гостях музыкальная программа центрального телевидения «Споемте, друзья». Сразу скажу, что приехали мы к вам в город с твердым убеждением в том, что, несмотря на наше сегодняшнее очень непростое и беспокойное время, песни, тем не менее, нужны людям. И нужны, может быть, как никогда. И сегодня в разговоре о песнях примут участие многие авторы, музыканты, композиторы, певцы. Ну, а вести вместе со мной эту передачу и говорить о песнях будет известный советский поэт Леонид Дербенев. Добрый вечер. Ну что ж, можно сказать, что мы начали нашу программу. Ну, а сейчас я приглашаю на сцену нашего первого участника. Анатолий Шенберг. Анатолий Шенберг из Ленинграда. Несмотря на свой еще очень молодой возраст, за его плечами уже довольно солидная награда. Он лауреат Всесоюзного конкурса советской песни в Сочи. Анатолий Шенберг. Выпал мне сон. Как будто я вошел в высокий храм, где в солнечных лучах плывут пылинки, и светятся певцов великих лигий. В золоте рам, в золоте рам, и тишина вещьего сна, чуткая тишина. Чудилось мне, что эти лики видят все насквозь, что я понятен им как на ладони. А чувство становилось все бездонней, что заглянув, пусть и ныгнув. Я говорить сердцем могу, не разжимая губ. Присягаю всем на свете святым, домом и ребенком своим. Нет, больше ведь не солгать, не продаться и не предать. Столько не отпущено жить, буду кроме этого служить, буду доказать моих дней. Так явилось мне. Выпал мне сон, как голос в этот миг служить не мог. Но сердце окрыленно понимало, что время испытаний миновало. Кончился срок, кончился срок. Сбросил я с плеч время тревог. Переступив порог. Чудилось мне, как я благословлял эту тишину. И верил, что тернистый путь защитен. Что мне даруют твердую защиту. Что заглянув в астинный клуб, Я говорить сердцем могу. Не разжимая губ. Присягаю всем на свете святым, Домом и ребенком своим. Не разжиметь и не солгать, Не продаться и не предать. Столько не отпущено жить, Буду кроме этого служить, Буду до конца своих дней. Так явилось мне. Так явилось мне. Так явилось мне. Спасибо. Спасибо. Толи, я хочу обратиться с таким вопросом. Что-то изменилось в твоей жизни После получения награды в Сочи? Скажем так, в общем, ничего. Практически ничего. А что, по-твоему, необходимо В общем, молодому исполнителю Для того, чтобы добиться успеха? Ну, вы знаете, наверное, Молодому исполнителю нужно Очень много везения. Очень много везения. Вот. Но самое главное, конечно, Я думаю, что Нужен хороший спонсор. Потому что вот я, например, Допустим, я сам себе спонсор, Сам себе директор, Сам себе художественный руководитель И администратор. Будет очень тяжело. Иначе просто невозможно Никак пробиться Сквозь огромную толщу Того, что заслоняет И не дает молодым исполнителям Пробиться все-таки наверх. Я хотел бы тебя спросить. Очень условно Наши песни все делятся На какие-то, так сказать, Жанры, категории. Я точно сам не разбираюсь, Потому что они все перепутаны. Но все-таки К какому жанру ты относишь Ту песню, которую ты сейчас спел? Это гражданская или лирическая? Или гражданско-лирическая? Я бы сказал, да. Наверное, второе все-таки. Гражданско-лирическая. То есть гражданская песня Построена лирическим способом, да? Так сказать. Да. Скажи, пожалуйста, А что у тебя Большой репертуар вообще? Ну, в общем, да. А у тебя есть веселые песни вообще? Конечно. Есть, да? Ну, понятно, Потому что ты так здорово Это все поешь, И я у тебя в другом Сейчас облики просто не представляю. Я тебя вижу. Я с удовольствием Еще раз выступлю в программе Споемте, друзья, Где будут у меня веселые песни. Ну, дай бог, поживем, увидим. Спасибо. Сейчас на нашей сцене Выступает группа С зашифрованным названием ОСВ. Ну, никакой угрозы Это название не несет. Расшифровывается оно очень просто. Ольга Сергей Виктор. Это семейный ансамбль. Виктор Панов Отец, глава семейства. Он работает электромехаником По лифтам. Сергей Студент Ему 17 лет Студент музыкального училища Имени Ипполитова Иванова И Оля Ученица 8 класса. Итак, семейный ансамбль ОСВ С песней собственного сочинения. Звучит музыка Ветер шальной И хрипотон Верный друг тебе Моя судьба С каждым днем видней Небо кусок Ветра глоток Вереницы дней Нет не черный воронь, а земной орел Кружит над полями Добрая примета Мы еще споем С лучшими друзьями Прочь Сырая хвой Жжет огонь Внутри Дай мне, браток Воли глоток Переодобри И край Моих дорог Жив не у корот Мне оседать Что пропадать В полу те болот Не води, приятный Стройку со двора Видишь, бьют копыта Что не так, простите Мне уже пора На коне И бьют И дым Эх! Махнул кнутом И обжег на ней Ветер шальной И крикоток Верный друг тебе Эх! Моя судьба С каждым днем видней Небо кусок Жизнь и глоток До последних дней АПЛОДИСМЕНТЫ Мы с Леонид Петровичем пытаемся выяснить кто из вас папа Папа мой Виктор Нет, папа я Правда У меня паспорт есть Правда В гостинице Я приглашаю на сцену группу Восточный экспресс Под руководством Эмилия Акопова Восточный экспресс Ансамбль непрофессиональный Руководитель его Эмилия Акопова Работает переводчиком В издательстве Иностранной литературы Владимир Сытник И Виктор Вишняков Инженеры Солистка Алла Пьянкова Сегодня Секретарь-машинистка Они не профессионалы Но это вопрос Очень спорный И в общем-то Это вопрос Времени, наверное Поскольку играют И поют они На очень хорошем уровне А пустят хрупкие снега Зимы в моих краях И грустью тронута слегка, Замрет душа моя. И белый сон, и белый звон, Метели белой сеть. Сквозь роспись тонкую окон, Смотреть бы и смотреть. В зубробы встану терема, Порогу моему. И растворит меня зима, Снежинка за дыму, как дыму. И вдруг потянется душа Морозным берегам, Чтоб колки мы неем дышать, И доверять снегам. Чтоб сквозь вьюгу ловить, Рассвета робкий взгляд. И чтобы набела любить, Как много лет назад. В зубробы встану терема, Порогу моему. И растворит меня зима, Снежинка за дыму, как дыму. Снежинка за дыму. Снежинка за дыму. Эмиль, насколько мы знаем, Ваш ансамбль непрофессиональный. Несколько слов о Вас. И хотели бы Вы выступать на профессиональной сцене? Да, мой ансамбль непрофессиональный, но существуем всего лишь год. Ответ на второй вопрос. Конечно, хотели бы стать профессионалами. Очень. Потому что я считаю, что если что-то очень любишь, какое-то дело, нужно посвящать себя полностью ему. Иначе просто ничего не получится. По появлению в нашей программе следующего ансамбля предшествовала такая небольшая предыстория. Однажды в редакцию народного творчества на центральном телевидении раздался звонок. И робкий голос по телефону сказал, что, вы знаете, вот мы создали ансамбль, и мы бы очень хотели, чтобы Вы нас услышали. Ну, естественно, как это обычно бывает, их решили прослушать. И затем пригласили его для съемок в сегодняшней передаче. Солисты Игорь Филатов, инженер-энергетик. Владимир Ваганов, инженер районной тепловой станции. Гитаристы, инженер-свизист. И Алексей Миронов, инженер-свизист. И Сергей Макаров, за плечами которого пединститут. Ну, и музыкальное училище. Итак, пожалуйста, наши дебютанты на сцене. Встречайте их. На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит. Утро дышит в ней на груди. Жар копышет на ямках планит. И подушка ее горяча, И горяч утомительный сон, И чернеясь, и гуд на плечах. Волосы ленты с обеих сторон. А вчера у окна вечеру Долго-долго сидела она И слетила по тучам и груди, Что, скользя, затевала луна. И чем ярче играла луна, И чем громче свистал соловей, Тем и дней становилась она Сердце билось больней и больней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Судя по аплодисментам, Ваш дебют состоялся. А в чем дело? Почему я нигде не видел и не слышал вас раньше? Почему так долго собирались? У вас же это очень здорово получается. Да, кстати, мы даже не знаем, Как вы называетесь. У вас есть название? Конечно. Это название мы утвердили На нашем совете И по пути во Владимир. В электричке. Сегодня утром. Оно уже мелькало, Мы перебирали очень много, Но все-таки остановились на названии Случайная встреча. Оно отражает и суть Вернее, не самого коллектива, А тот импульс, Который проявился, Когда мы встретились. Ну и потом в этом названии Есть что-то романцевое. А вы уже выступали где-то До сегодняшнего дебюта на телевидении? Вчера. Вчера вечером. Что, единственный раз? Да, представьте. Вчера был наш первый концерт. Полуподвальное помещение, 34 человека. Сбор 11,5 рублей каждому. Мы очень волновались, Но нас очень тепло. Приняли эти 37 человек. 34? Да, 34. Прошу прощения. Амбиции растут. Но мы играли там, Вернее, не только пели романцы. Одно отделение у нас было Исключительно из гитарной музыки. Барокко, Моцарт, Медельсон. Два отделения. Два отделения. Гитаристы прекрасные. По 5,25 отделения. Так что же теперь Вас так замечательно встречают На Владимирской земле? Вы, наверное, теперь захотите Стать профессиональными артистами И своими инженерными профессиями Расстанетесь? Дело в том, что мы не хотим Просто стать профессионалами. Это не сама цель. Мы хотим играть музыку, Которая бы нравилась Не только нам, но и людям. Ну, а сейчас, внимание, Я объявляю Нашу первую музыкальную викторину. Сейчас мы попросим Включить фонограмму, На которой записаны Фрагменты нескольких песен. Песен очень хорошо вам известных. Я уверена, что вы Без труда их назовете. Но вопрос такой Что Или кто Объединяет все эти песни? Что между ними общего? Итак, внимание! Мертвые с косами Вдоль дорог стоят Тело рук красных дьяволят Мертвые с косами Бросили в заряд Все немалость алая Все немалость алая Вот она какая Старая она родная Озеро, алтарь, лес, государь Песня лая До завтра Прощай, без слов не говори До завтра Устало светить по надым Тебе пора домой давно На улице кино А мне так все одно Поделать ничего нельзя Подпомни мне глаза Подпомни мне глаза А да! Эй! Семьи рабочие А да! Там хуйки, мальчики Любите девочек А да! Пусть это помнит личина Марина, я, да, да А да! Кто же рискнет ответить? Шаганов вообще-то не композитор Ответ неправильный Он не композитор Так, пожалуйста, руку поднимите Кто хочет сказать? Балкон Тут светит свет В софит не видно Балкон Кто сказал? Встань! Молодец Тебе придется все-таки сюда спуститься Потому что Александр Шаганов Наш гость А вот, между прочим И он выручает тебе приз Пластинку Со своим автографом Клопайте поэту Спасибо большое Дело в том, что мне не часто Присоцентрикам ходить на сцену Вот, и я признателен вам За аплодисменты И поверьте, что это очень важно Благодарю вас Саша Саша Пока идет счастливый обладатель Будущей вот этих вещей Может, ты нам прочешь стихотворение Просто сразу вот так возьмешь и прочтешь Да Стихи называются Владимирская Русь Деревянные церкви Руси Перекошены древние стены Подойди и о многом спроси В этих срубах есть сердце и вены Заколочено накрест окно Молчаливо Убого убранства Но зато Старым стенам дано Мерить душу С великим пространством Левитан Оставался один Если кисть замирала в застое И тогда Среди просто картин Вдруг рождалась Над вечным покоем На холсте Небольшая деталь С позабытой церквушки На круче Открывается вечная даль Верить хочется Это не случай Старорусский народный обряд Неподкупная гордость И сила Век за веком Теснятся подряд Нас, Россия О многом простила Деревянные церкви Руси Перекошены древние стены Подойди И о многом спроси В этих срубах Есть сердце и вены Спасибо Насколько я знаю Спасибо, спасибо Я вам хочу сказать Дело в том, что вы знаете Для меня эти стихи Особенно дороги Потому что Мои родители Родились на этой земле Вот Я счастлив сюда приезжать Уж не знаю Как вы Относитесь ко мне А мне Позвольте вас считать Своими земляками Вот А вот этот Юноша Это мой племянник Его зовут тоже Саша Однако Саша Я тебе подарю Очень много пластинок А ты обещаешь Что это подаришь Какой-то симпатичной девушке Хорошо? Вот она как раз Сзади идет Дорогой Саша От имени спонсоров Нашей программы Споемте, друзья Парфюмерной фирмы Новая Заря Мы вручаем вам Этот Владимирский сувенир Спасибо 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 Вы знаете Вот я приехал сюда не один Со мной приехал мой молодой друг Дело в том, что Вот и Дима Маликов И Колера И мой друг Композитор Игорь Матвиенко Мы все начинали как-то так Ну, не как звезды Я в шутку так говорю Песен моих звезды не поют Ну, а сейчас я делаю Новую программу С молодым исполнителем Его зовут Сергей Чумаков Я прошу вас Запомните его имя И то, что мы с ним вместе Приехали в этот город Это не случайно Я ему сказал Ты знаешь, вот мы приедем И все будет очень хорошо И потому, что это Родной для меня город Я надеюсь не обмануться В своих ожиданиях Сергей Чумаков А песня С жестоким названием Гадюка Эта песня Насколько мне известно Стала лидером хит-парада Радиостанции «Юность» Думаю, что Этого причиной послужила Острая ситуация Найденная автором стихов Образ несколько сбившегося С пути И ожесточившегося подростка Не может не волноваться А я когда еще учился в школе Маме никогда не смел солгать И встретил вас и вот по вашей боли Стал искренно словить и гулять За тебя влезал с друзьями драться Разные насмешки не терпя Из-за тебя я стал опохмеляться Песни стал орать Из-за тебя Гадюка Такая ты гадюка Остань хорошая Встань Из-за тебя страдает вся округа Красивая молоденькая дрянь Гадюка Такая ты гадюка Ведь я любил тебя до слез Из-за тебя страдает вся округа Зеленые глаза Курнос и нос Я оплатил высокой ценою Всю твою натуру до гроша Не жаль того, что ты играла мною Жаль, что до сих пор скулит душа Таколе нам корячится, таколе В спеты золотые вечера А я тогда еще учился в школе Темные кудрявили свихра Гадюка Какая ты гадюка Остань хорошая Встань Из-за тебя страдает вся округа Красивая молоденькая дрянь Гадюка Такая ты гадюка Ведь я любил тебя до слез Из-за тебя страдает вся округа Зеленые глаза Курнос и нос Я прекрасно понимаю, что я рискую прослыть занудой Но все-таки я скажу Я хочу пожелать Александру Шаганову Моему молодому коллеге Не только находить и описывать такие ситуации Но и как-то воздействовать на своих героев На их ожесточенные сердца Потому что задача искусства Все-таки больше не рассказывать А воспитывать, действовать, благотурить Гадюка Такая ты гадюка Остань хорошая Отстань Из-за тебя страдает вся округа Красивая молоденькая дрянь Гадюка Такая ты гадюка Ведь я любил тебя до слез Из-за тебя страдает вся округа Зеленые глаза Курнос и нос Бережа Я хотел бы тебя спросить Скажи, пожалуйста А если гадюка исправится Ты женишься на ней? Обязательно Спасибо Наша программа называется Споемте, друзья И, конечно, я думаю Нам не стоит изменять традиции И дать возможность вам Дорогие зрители Тем более, что вы такие милые Такие активные Дать вам возможность Расслабиться И тоже что-нибудь спеть И даже не что-нибудь А спеть все-таки песни Которые мы знаем Вы очень любите Которые очень популярны Потому что это песни Композитора Игоря Корнюлюка Спасибо 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 Я немножко болен Я вас прошу Относиться к этому Снисходительнее Потому что Я буду петь Если уж не голосом То, во всяком случае, сердцем Ну, то есть, как смогу Лунная дорога Белый стень Лунная дорога Для двоих Там сильный дождь В листьях дрожь Ну, что ж Лунная дорога Через сон Лунная дорога Через сон И мы вдвоем Мы не ждем Идем Мало ли дождь Порой Мало ли зонт Снырой Мало ли холодней Не жалей Чай удалей И окном заклей Ты потеряла Пять ключей И открывала двери В этот дом Моим ключом Я помню все до мелочей Ты мне варила кофе По утрам Теперь я сам Я виноват Перед тобой Где ты теперь И что с тобой Возвращайся 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 В трамвай Эльбутном Возвращайся Здраво Мне очень трудно Возвращайся Оставайся Возвращайся В тумане ночи Возвращайся, когда захочешь Возвращайся, я без тебя устал Прявите билет, что я мог сказать в ответ Вот билет на балет, на трамвай билет А нет, милый, мне очень грустно было Я тебе звонила, и целый вечер дома я была Милый, я все тела забыла Я даже дверь открыла, когда тебя ждала Подожди, дожди, дожди Я оставил любовь позади И теперь у меня впереди Дожди, дожди, дожди Подожди, дожди, дожди Я оставил любовь позади И теперь у меня впереди Дожди, дожди Итак, вы сейчас можете задать вопросы Игорю Коронелюку И вы тоже, наши зрители, которые на сцене И тот вопрос, который Игорь сочтет лучшим Вернее, его автор Получит приз с автографом Итак, пожалуйста, у кого есть какие вопросы к Игорю? Они могут быть любыми, касающимися его биографии, его мук творчества Нет, вот я хотела спросить Вы все время такой вот веселый, жизнерадостный У вас столько энергии И кажется, что у вас всегда хорошее настроение А вот у многих, вот и сейчас, и вообще так у всех людей бывает Ну все плохо, все не так грустно Ни на что смотреть не хочется Вот если у вас такое случается, что вы делаете? Вы знаете, на самом деле, это только видимость То, что у артиста всегда хорошее настроение Вообще, так сказать, в последнее время Я очень часто задаю себе вопрос Этический вопрос на тему В общем-то, жизнь-то у нас сложна Имею ли я право веселить, петь, быть веселым Вы знаете, это дается очень часто через силу Я прихожу к выводу, что надо, это надо людям Потому что пусть хоть вот люди, которые придут ко мне на концерт На эти два часа Я им отдам все, что могу Пусть хотя бы на два часа им станет легче А в отношении, когда мне грустится самому Я сразу иду к роялю и начинаю сочинять песни Потому что, когда человеку хорошо, он песен не пишет Значит, грусть тоже, грусть является источником вашего вдохновения Так надо? Исключительно Только так Ну, спасибо Пусть вам чаще грустится и больше будет песен Спасибо Покажите, а вам нужно петь? Я раньше пел всегда, потому что просто это любил делать Куда бы я ни приходил, я везде пел Везде находил, напевал А когда я вдруг почувствовал, что пение стало моей профессией Я вдруг из такого веселого, поющего человека Превратился в угрюмого, такого замкнутого Мне все говорят, спой, спой, спой говорю, ню-ню-ню-ню Это, при этом всегда привожу анекдот Я не анекдот-стория, а представьте, вот я когда прихожу в гости Мне тоже говорят, Игорь, спой Вы понимаете, я сегодня спел концерк Ну спой еще раз, ну что тебе трудно, одну песню. Говорю, вот представьте, что вы парикмахер. Вы целый день стригли, 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 стригли. Вы пришли в гости. Слушайте, подравляйте мне тут, а? Вот, поэтому петь, петь, это очень тяжело. Да, пожалуйста. Почему вы согласились приехать в наш город? И не жалеете ли об этом? Мой вопрос. Вы понимаете, во-первых, самая первая причина, я буду честным, самая первая причина, меня на эту передачу пригласила Ольга Борисовна Молчанова, человек, которого очень люблю, человек, который, когда я был никому неизвестен, она меня пыталась снимать в своих программах, в общем, помогала всячески, как могла, поэтому я согласился. Во-вторых, вторая причина, я никогда не был в Владимире, в Владимире мне хотелось посмотреть на этот город. А третья причина, я очень рад каждый раз встрече со зрителями, тем более то, что встреча происходит в таком тесном кругу, я вижу ваши глаза, вижу ваши лица, я вижу вашу непосредственную реакцию, мне всегда это очень приятно. вот, поэтому я искренне рад встрече с вами, и тому, что я сюда приехал. Я вам сейчас хочу спеть новую песню на стихи Регины Лисиц. Это песня о в ушедшем друге, и называется эта песня «Насовсем». Для кого-то снова весна, Звездный ряд, Где-то сезон дождей, А где-то свет из окна, Там не спят. Может быть, ждут гостей, Мой друг от меня ушел, Было ровно семь Мой друг от меня ушёл Насовсем Насовсем Он ко мне тогда опоздал Не беда Просто попал в час пиком На прощанье сказал Ерунда Всё хорошо, старик Мой друг от меня ушёл Было ровно семь Мой друг от меня ушёл Насовсем 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Регина, присядьте с нами Пожалуйста Еще вопросы есть? Регина, скажите, пожалуйста Когда вот вы начали писать песни? Это было ровно 11 лет назад И это был... Композитор был Корнелёк, да? Да, композитор был Корнелёк Я могу сказать О том, как мы с ней познакомились Мы с ней учились вместе Регина, она пианист Она музыкант Она до сих пор работает в музыкальной школе Учит детей И в столовой В училище музыкальном, где мы учились Я... Ну, такой был, знаете, музыкант-очкарик Весь в себе Пришел, я сидел в столовой Напротив сидела девушка Я кушал, я взял её второе и съел А денег у меня уже на второе-второе просто не было У меня, правда, тоже Вот так мы и познакомились Работать мы начали довольно неожиданно Просто мы, естественно, должны были столкнуться Потому что Игорь писал музыку, которая пела всё училище Его песни знали все студенты Он был популярен Я в стихах писала капустники, которые тоже смотрели все студенты И меня тоже все знали Поэтому встреча наша была просто неизбежна И когда Игорь впервые принёс мне музыку и попросил Слушай, мне так надо, подтекстуй, причём надо завтра С тех пор, 11 лет, ему все тексты нужны завтра Я была в ужасе, работы такой я не делала Никогда я не знала вообще, с какого края к этому подбираться И сделала исключительно для того, чтобы он отстал Я была уверена, что это будет плохо И думаю, всё, больше никогда не попросит И с лёгким сердцем отдала ему текст этой песни Которую потом Светлана Медяник пела На конкурсе Юрмала, не помню, какая 86 Юрмала 86 Эта песня называлась «Кто сказал, пройдёт» С тех пор мы, 11 лет, не даём друг другу спать по ночам У меня есть вопрос Вот насколько я знаю, насколько слежу за музыкальной жизнью, за песенной Вот ты пишешь всё время с Корнелюком Представь себе такую ситуацию Корнелюк переезжает в Москву, а ты остаёшься в Ленинграде Что бы ты сделала? Я думаю, что я бы не сделала ничего А что Игорь в этой ситуации был бы безутешен Купил бы самолёт для того, чтобы летать в Ленинград раз в три дня Купил бы, Игорь Самолёты дорого стоят Да Тут проблема штаны новые купить А вы во сне тоже поёте песни? Очевидно, сейчас я уже научился петь про себя Потому что по ночам соседи перестали стучаться в дверь Вызывать милицию Вот Я боюсь только одного Как бы я во сне не стал играть на рояле И тогда бы дела мои обстояли совсем плохо Но вообще, если честно, то часто бывает так, что музыку сочиняешь во сне Если раньше Ну вообще по природе я такой Вроде боевой такой человек Но ленивый И вот если раньше мне приснится мелодия Я просыпаюсь Встать лень Я, значит, её пропиваю 20 раз Ну всё, запомнил С чистым сердцем засыпаюсь Утром просыпаюсь Что ж я там сочинял Вот И с тех пор я больше не ленюсь И когда мне по ночам что-то снится Я сразу просыпаюсь Медленно иду записывать А потом сплю Итак, Игорь, какой же вопрос был лучшим? Знаете, тем не менее Вот первая девушка мне понравилась больше всего Я имею в виду не девушка, а её... Да А её вопрос Я хочу подавить вам пластин В старом доме на фонтанке У Калинкина моста Ни ведра, ни битой банки Тишина и чистота В старом доме на фонтанке Пустота И там в подва, там в подва Там в подвале Жили рядом два кота Жили два полосатых кота В старых кота В толстых кота И другу жили два добрых кота Мыли усы с утром Но однажды из-за кошка Увидали два кота Удивительную кошку Без усов и без хвоста Месяц май, коты взбесились Рядом кошка И тогда, и тогда, и тогда Влюбились сразу два кота И влюбились два майских кота В старых кота В толстых кота Раздружились два глупых кота Сразу и навсегда Белый снег летит в окошко Из сугробы у моста Все дерутся из-за кошки Два измученных кота В старом доме на фонтанке Пустота И там в подва, там в подва И там в подвале Сдохли утром два кота Сдохли утром два старых кота Тощих кота Драных кота И живет в этом доме пустом Кошка с другим котом У меня в руках заметка Из газеты «Московский комсомолец» Примерно трехлетней давности Заметка из нашего архива Читаю Вроде бы дождались Ура! Поп-рынок насыщается Предложением более разнообразным И разнокачественным А спрос начинает быть Более разборчивым и капризным Новые группы все возникают и возникают Обратим же внимание на новую группу Музыкальный облик, который очень симпатичен Облегченный блюз, разбавленный Динамикой твиста и рок-н-ролла И их выступления уже тогда были замечены Такими известными и разбирающимися людьми Как Алла Пугачева, Андрей Макаревич В то время в составе было шесть музыкантов Все они выпускники Московского института культуры Ну а вот изменилось ли, что сейчас В составе этой группы Мы спросим у его руководителя Итак, на нашей сцене группа «Квартал» Мы загвалили прямо Артур Пелявин Мы продолжаем работать в том же составе И у нас очень в музыке много ностальгии, романтики Сейчас одну из песней Из наших песней мы вам покажем Итак, воспоминания о Париже «Квартал» Субтитры создавал DimaTorzok Ах, эта старенькая фата Как слышен там светит, каштан, шумит вода А я стою в полаборота Летний сидец на мне Для меня все как во сне И я даже не ведаю Что этот день придет, что потом Грустить о нем, вздыхать о нем Открыт во львов Что никогда я не заботал Через стену паром Улица литых огнем И простую мелодию О, Париж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Неповторимая красота звучания фонограмм Высокое качество записи с любого источника Это магнитофон-комета в вашем доме Сделайте правильный выбор Путешествие в прекрасный мир звука Полет в страну фантазии Это магнитофон-комета Он доставит вам радость И сделает ваш досуг приятным О, Париж Спасибо, группа Квартал Вот это письмо пришло к нам в редакцию Мы его обнаружили среди других В которых содержатся предложения Об участии в нашей программе Его авторы Братья Арангуловы Из города Тобольска Тюменской области Я приглашаю их на сцену Хасан и Хусаин Арангуловы Похоже, правда? Вообще, в дружной семье Арангуловых Шесть братьев и одна сестренка Лейла Ребята уже мне вот за кулисами рассказывали о том Что они родились в очень музыкальной семье Их мама пела народные песни татарские Папа танцевал Я понимаю, тоже народные танцы Поет и танцует Да И ребята закончили музыкальное училище, да? Мы ведь со многими исполнителями тоже Только сегодня знакомимся так же, как и вы Мы заканчиваем училище искусства и культуры Имени Алябьева на четвертом курсе сейчас И вы уже отслужили армию Служили на японской границе, насколько я знаю Но с вами приехал еще один ваш брат Айвар Да Он служил в Афганистане Айвар Скажите, пожалуйста, Хасан А вы песни сочиняете сами, которые поете? Мы больше сочиняем музыку Музыку Ну и пробуем тоже стихи сочинять А сегодня которую вы песни исполните? Мы сегодня первую песню исполним на слова Андрея Дементьева Вот брат, когда служил на границе, он тоже пограничник Он прислал нам в уриску из газеты со стихами Андрея Дементьева И попросил нас написать музыку И мы написали песню «Прости, солдат» Айвар тоже принимал в этом участие? Нет, он как раз служил Итак, мы слушаем песню «Прости, солдат» Он возвращается домой И с прошлой жизни из разлуки Но край родной окутать мой И красок нет, и смокли звуки Вслед за молчанием его Прости, солдат, что отчий дом Тебя согреть не может холод Прости за то, что мы живем Тебе бы жить, ты был так молод Прости, что все изведал сам Неужу, возвратясь оттуда Что мать припал к твоим ногам Еще надеется на чудо И мать, ослепшая от слез Идет навстречу сыну горьбец И возле медленных колес Несут сердечами страшную гость Блеснется оконный луч в окне За шеи лестят за дураки О, сколько ныне по стране Таких вот хобиков нарыто Прости, солдат, что отчий дом Тебя согреть не может холод Прости за то, что мы живем Тебе бы жить, ты был так молод Прости, что все изведал сам Неужу, возвратясь оттуда Что мать припал к твоим ногам Еще надеется на чудо Не дай отчизну молчать И эти матерей обидеть Они идут сыну встречать Чтоб никогда их не увидеть Мы всеми у вас дадим сполна За боль, за мужество и доблесть Но не стихает нас вина И все больнее наша совесть Прости, солдат, что отчий дом Тебя согреть не может холод Прости за то, что мы живем Тебе бы жить, ты был так молод Прости, что все изведал сам Неужу, возвратясь оттуда Что мать припал к твоим ногам Еще надеется на чудо Субтитры создавал DimaTorzok Для вас, дорогие зрители Еще одна музыкальная викторина Итак, мы вновь включаем запись фонограммы И вы должны ответить теперь на два вопроса Какие два момента объединяют все те песни, которые вы услышите? Куда-то день не стой И все равно я день не стой Что мест важнейший день не стой Опоздываю разом А по ночам мне слиться конь Ко мне подходит рыжий конь Лицом мне дышит рыжий конь Косит лиловым глазом Что-то ложь, что в ней намек Ты запомни это Твой конек, карбунок Здесь на свете где-то О, о чем не попроси Выполни желание Только ты произнеси Это заклинание Сица, дурка, вещая, каурка Очень-очень надо Ты, 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 ты Сица, дурка, вещая, каурка Итак, вот женщина первая подняла руку Пожалуйста Нет, вопрос был такой Какие два момента объединяются? Кто еще отвечает? Во-первых, две песни Пел Михаил Боярский Раз Нет, нет, нет Ответ неправильный Кто следующий? Пожалуйста, мы вас не видим Вет не проконяем Совершенно верно Вам придется зайти Я вам плачусь Почему, собственно, в вашей жизни Так много вы уделяете место Песням о лошадях? Вы знаете, трудно ответить на этот вопрос Потому что лошади не занимают в моей жизни огромное какое-то место Но, заходя издалека, так сказать, не сразу отвечая на этот вопрос Я могу сказать, если вот Шаганов, выступающий здесь, Владимирский, то я тоже Владимирский Вот Я скажу, почему Потому что мой отец Мой отец родом Из села Улова Может быть, вы его знаете Это 30 километров от Владимира Это рядом с Порецким, с Батыловым, с Васильковым, с Мордышем И, как мы выяснили, с Шагановым Он катался на велосипеде в Мордыше Откуда родом моя бабушка Татьяна Максимовна Сизякова Вот Так что я тоже Владимирский И я хочу сказать, что мое детство Оно все прошло на этой, довоенное детство Прошло все на этой земле И здесь я вот уже ближе, так сказать, к началу войны Там в 40-м, в 39-м году гонял коней в ночное Это вот то время, которое я вспоминаю И из которого в общем Из которого в общем, наверное, получились и получаются Если они до сих пор у меня получаются, мои песни Потому что все эти детские яркие впечатления нашей природы русской Нашей земли Вот Того, что есть не город, а та настоящая жизнь Вот это все у меня в основном оттуда Как измельчала свадьба на Руси Заведующий свидетельство вручает И вместо тройки Желтое такси И музыка в динамике играет А дед венчался в церкви при свечах Сияли два венца над головами Мерцали и палеты на плечах В такси мудрыми и вечными словами И звук молитвы чистый, как ручей И мир в душе И все на свете ясно И в мареве трепещущих свечей Чинно входит в дом Такой высокий Светлый И просторный А нас везет по городу такси Таксист уныло что-то завирает И невозможно ничего спасти И все наглее музыку играет Последняя строчка стихотворения Конечно же не имеет никакого отношения К музыке Александра Лукьянова Которая сейчас звучит Александр Лукьянов Абсолютно сегодняшний Очень талантливый, по моему мнению Композитор С которым мы сейчас много работаем Полдень весенний Века серебрится Вышел из храма народ Праздник престольный В казачьей станице Мирный тринадцатый год Ласточки кружат И солнышко свете В белом сады, как в снегу И веселять, словно малые дети Пляшут казаки в кругу Эх, ма, лета не зима Эх, ма, как бы ты ледьма Куба река, инна река Гуляй казак, гуляй пока Эх, ма, лета не зима Эх, ма, курь от ума Все отберу Туда казака Ну а пока Гуляй, пока Тихо казачки ведут разговоры Чем настоят старепи И невдомёк их, что кончатся скоро Вольные эти деньки Мир назовут этот глупый бы старый Все скажут надо на слов И бесполезной бумагою станут Деньги с двуглавым орлом Эх, маль, это не зима Эх, маль, крабы денег тьма Губай река, и тон река Гуляй, коса, гуляй пока Эх, маль, это не зима Эх, маль, горе от дома Все отберут у казака Ну а пока гулять пока Деньги, арбузы, пшеничные буги Щедрый зажиточный край И на престоле сидит в Петербурге Батюшка-цар Николай Трудно поверить, что скоро за пляшек Красный семнадцатый год Знают лишь на небе ангелы ваши Что вас, конечно, не ждет Эх, маль, это не зима Эх, маль, крабы денег тьма Губай река, и тон река Гуляй, коса, гуляй пока Эх, маль, это не зима Эх, маль, горе от дома Все отберут у казака Ну а пока гуляй пока А сейчас будет выступать ансамбль Который я уже упомянул Ансамбль очень интересный Очень своеобразный Который мне очень нравится Потому что у них очень четко Выбранный вот такой амплуа Или, как говорят по иностранному сейчас, имидж Где-то это традиция, идущая, видимо Я уже говорил в предыдущий раз Когда они выступали От скоморохов Вот от каких-то таких вещей Ну вы его все уже знаете И, наверное, все любите Это ансамбль Дюна Виктор, скажите, пожалуйста Вот вы, я знаю, довольно долго Пробивались, так сказать Потому что вот этот имидж Это все может было попроще Взять попроще что-нибудь И было бы легко, когда на все похоже Но когда не похоже это Это все трудно Я знаю, что вы трудно пробивались Но вот сам имидж вам Трудно далось вот это вот Создание вот того Что вы сегодня есть Ансамбль Дюна Дело все в том, что это же Мы себя называли раньше Около деревенский попс А потом немножко изменили Название Потому что это же все от двора идет От улицы От обычной От хорошей улицы От доброй Вот Лариса Долина Которой мы дали Исполнять песни наши Вот Лимония Русский народ Фирма Она их исполнила правильно То есть Хорошие вокальные данные Но это все не то Немножко было У нас родился Такой дворовый Смешной Вот Леонид Петрович В тот раз нас назвал С комарохами И Кем там еще Продолжателями Продолжателями С комарохов Мы не обидели Сделав все в том Что это народная традиция В принципе Мы себя относим Ну чуть к фольклорной музыке И Это такая стезяна Стержень Весь прослеживается Во всех наших произведениях Что было труднее Вот родить этот имидж Или пробить его Как говорится Чтобы он стал Достоянием всесоюзной эстрады Ну конечно Пробить было труднее Намного Я так и думал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Смотри бабушка бежит Закрывают скоро магазин А он в деревне один К ним чуть свет зашел сосед Так с утра гуляет он и дед На них управы нет Колосится в поле рож Летний вечер так хорош В ротнике вода чиста Такие дивные места Пой Деревня Пой С ночи до рассвета Люблю тебя за это Пой И без завод До зари гуляй народ Смотри бабушка бежит Скоро в небе заплестит луна Успеть бы до темна Уж не мил ей белый свет Виноват конечно в этом дед Но ведь другого нет И как будто бы вчера С ним гуляли до утра А над рекой пылал рассвет Ну а теперь он старый дед Пой Деревня Пой С ночи до рассвета Люблю тебя за это Пой И без завод До зари гуляй дорог Я хочу представить вам новый ансамбль С весьма сладким названием Малина Ансамбль развивается И стремительно куется для поклонников Чему немало способствует Обаяние солистки Наташи Синчуковой Песня Которую она исполняет Затрагивает тему Ну я бы сказал что Эта тема Весьма не радует Ну что поделать Ни над чем не властны мы И сейчас в туман Улетишь мы ласковый Ты за океан Плащ твой белый-беленький Буду вспоминать Да еще Америку Буду проклинать Ты в Нью-Йорке будешь где-то Или в Сан-Франциско жить Мне бы с детства знать все это Мне б с тобою не дружить Налетит тоска как дева И сильней день ото дня Будет душу рвать и делать Кубик-рубик из меня Лгать не стоит На прощанье Между нами порва на нить И не будет заклинанья Чтоб ее соединить Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я не знаю Кубик-рубик из меня Я не знаю Я не знаю Жалкую морщиночку убери со лба Для обид причин нет, просто не судьба Станешь чуть заметною искоркой во мгле Ты моя последняя сказка на земле Ты не думай, что я лично задаю на сердце зло Просто от тебя в отличие как-то мне не повезло Ты сейчас уйдешь на голос, не добив свое седро Мне оставив целый город за парком и метром Лгать не стоит на прощанье Между нами порвана нить И не будет заклинанья Чтоб ее соединить Я не знаю Итак, все, кто считает, что он обладает талантом Кто умеет петь, танцевать Или, может быть, умеет что-то другое делать В общем, кто во что гораст Так Леонид Петрович назвал этот конкурс Может завтра прийти в этот зал А пропуском ему будет вот такая гармошка Дюна нам сейчас поможет Они кидают вам гармошки Вы ловите И если вы думаете, что у вас есть какой-нибудь талант Вы можете завтра выйти на сцену И выступить в нашей программе Перед зрителями всего Советского Союза Ну а если вы думаете, что у вас таланта недостаточно Но вы же знаете, что у вас есть родственники Или друзья Которые обладают необыкновенными какими-то творческими качествами Вы можете эту гармошку им передать И завтра милости просим на нашей сцене Итак, приготовились Внимание И туда, там тоже у нас зритель есть В ожидании появления новых талантов Мы прогуливались по городу Мы гуляли, а таланты, вероятно, готовились Талантов же в результате оказалось немного Говоря точнее, два А если быть совсем точным, то две Впрочем, не будем забегать вперед Вчера Вчера мы объявили конкурс Новый конкурс в нашей программе Который называется Кто во что гораст И вот сегодня второе отделение нашей программы Мы начинаем именно с этого конкурса У нас будет такое народное жюри Ну что-то вроде парламента Значит, будет оно таким образом Вот я дам эти цветочки Десяти девушкам на сцене Вот у нас такая галерка на сцене есть Вот И девушки, имейте в виду Значит, если вам понравилось То, что происходит на сцене Вы поднимаете цветок Так, как его поднимают Кверху цветком Если вам не понравилось То вы поднимаете кверху Вот этой жалкой веточкой Договорились? Вот Я Фрухудинова Фируза Живу в поселке Юрьевец Пришла Учусь в Юрьевецкой средней школе В одиннадцатом классе Люблю очень петь Итак, что вы будете исполнять? Я исполню песню фрагмент Тронется Еще чуть-чуть и поезд тронется И с печальным вздохом Тихо дверь закроется Грянет ночь Сиренью становится прозрачною И кружится ярмарка Сорвавшейся листвы Мелочью Стучится дождь Стекло Бегут кусты На холсте окна Пейзаж Размытый взгляд Застыл Холодно Скользят артерии Рябинные И в кружении лиц Твое теряется лицо Тихо листопад Загружится И уже не повернуть назад Конит осень снег Как в соболях Венчаная женщина Проплывет из серой тишины Пены на пожаре щедролы Запорожит отраженье рек Снег Запорожит отраженье рек Снег Спасибо Ну что ж, вот аплодисменты Аплодисменты вашей Народной жюри Талантливой и смелой землячки Народной жюри Нравится Я тебя поздравляю Я поражаюсь твоему мужеству Потому что многие профессионалы Которых я знаю Отказались бы петь без сопровождения Потому что это в половину сразу все снижает То есть у тебя есть или будет ансамбль То я думаю, что у тебя будет все хорошо Еще раз поздравляю тебя Спасибо Итак, следующая участница Представьтесь, пожалуйста Где вы выучите себя, работаете И что будете исполнять Вакшон Вало Студентка третьего курса музыкального училища Жил Владимир А исполнять я буду песню Собственного сочинения Под свой аккомпанемент Сколько дней без тебя пролетит Сколько лет мучительных лет В небе синим звезда заблестит И поблекнет во мгле ее свет Я устану блуждать по земле Избивая ступени в кровь Растворюсь я в печальной мгле Потеряю и имя, и кров Я знаю, день настанет Ты приедешь на белом коне Я ждать тебя не перестану Судьба не делась сразу больно мне Не лишай меня последней мечты Зову тебя, но где же ты? Я устала блуждать во тьме Но тебя я ждать не устала Не сумею начать сначала Если ты так скажешь мне Я устала бродить в толпе Дожидаясь шагов твоих Знаю я, что все равно Есть любовь в денье двоих Я хочу сказать тебе, что ты молодец, правда И стихи хорошие Потому что сейчас я могу найти просто в эфире Очень много стихов, которые хуже Правда, есть такое прекрасное оправдание Принадлежащее Джузеппе Верди Который сказал, что всякая глупость, которую нельзя сказать, можно спеть Но у тебя хорошие стихи И музыка, я не очень большой специалист Я разбираюсь тоже, как народный жюри в музыке Нравится, не нравится Мне нравится Следующая страничка нашей передачи Называется «И в кино, и в песни» Я хочу прочесть отрывок Вот из такой небольшой заметки В газете «Советская культура» Певец существует настолько, насколько Осуществляет себя как личность За горизонтом музыки и слов Горизонты души Они-то и делают неповторимыми и трогательными «Маленькое, но великое чудо», которое называется «Песня» Вот это рассказ о, ну, скажем так, певце Потому что сегодня у нас будет выступать в качестве певца Акиме Салбиеве Аким Салбиев родился в Северной Осетии Он работал на телевидении Закончил мастерскую Последний курс Тамары Макаровой и Герасимова По профессии режиссер-постановщик Снял картину, как режиссер-постановщик Короткая игра в рэкет И в этой же картине он исполнил роль Как актер, роль певца, рок-звезды Кстати, музыку к этой картине написал Игорь Корнелюк Эта картина получила несколько призов Один из призов был получен в Соединенных Штатах Америки В штате Оклахома Итак, мы представляем вам Акима Салбиева Певца Горяча И горяча рука во сне И нет любви моего в плечах Чтобы забыться в сладком сне Чего ты больше ей принес? Тебя ты спросишь в сотый раз И вновь забудешь свой вопрос Близи ее счастливых глаз Близи ее счастливых глаз В медовом запахе волос Ты вновь забудешь свой вопрос Чего ты больше ей принес? Переживаний или грез Веселой нежности любви Или одиночества с людьми Весенних гроз Или стылых вьюг Или бесконечности разлук Чего ты больше ей принес? Нежданных радостей и слез Чего ты больше ей принес? Себя ты спросишь в сотый раз И вновь забудешь свой вопрос Близи ее счастливых глаз Близи ее счастливых глаз В медовом запахе волос Ты вновь забудешь свой вопрос Близи ее счастливых глаз Близи ее счастливых глаз В медовом запахе волос В медовом запахе волос Ты вновь забудешь свой вопрос Денис Грязь Спасибо, Аким У Акима много талантов Насколько я знаю Подготовлены к печати книга его стихов Видите, он попробовал себя В актерской профессии Режиссер-постановщик Теперь вот он еще певец Вся эта куча талантов, которая стоит в одном человеке, мне напоминает наш предыдущий конкурс. То есть кто во что гораст, а кем гораст во многое. Спасибо. У тебя выходит книжка стихов. Прочти нам что-нибудь. Да, книга стихов. Прочти нам, пожалуйста, что-нибудь. Сегодня так много было стихов. Я не понимаю, ты стесняешься или это самое? Я прочитаю. Снежной боли молва и незримая кровь. Вот и вся зима, вот и вся любовь. То уходит прочь, то зовет к себе. Вот и вся судьба, как же ей помочь? Ухожу и я, уношу свое. Не найти тебя, вот и вся и все. И это будет, это было, было. Да сбудутся и слезы, и слова. И пусть меня глаза твои разлюбят. И пусть меня убьет твоя молва. И это было. Плачу тихо днями. И каждый раз приходишь ты во сне. И это было не со мной, а с нами. А может так казалось только мне. Спасибо тебе большое. Сейчас на нашей сцене певица Ольга Зарубина. Она не случайно выступает вот в этой странице нашей передачи, которую мы называем и в кино, и в песне. До недавнего момента вы, конечно, хорошо знали Олю как певицу. Но совсем недавно, буквально месяц назад, закончились съемки полнометражного художественного фильма «Безумная Лори». В главной роли в этом фильме вы увидите Олю Зарубину. Ее партнером стал Йозеф Будрайтис, а инициатором этого кинодебюта опять же был Леонид Петрович Дербенев. Это было и случайно, и не случайно. Не случайно то, что я знаком с Олей, поскольку она начинала с моей первой песни. Это была песня Тухманова «Так не должно быть». Она пела ее в дуэте с Михаилом Боярским, который тоже тогда, в общем, был где-то в начинающих. Оля выступала с песней «Уехал» в моей передаче большой. И ее там увидел режиссер, очень хороший режиссер, с которым мне довелось, посчастливилось работать ни в одной картине. Это автор таких картин, снял он их, это как «Буратино» и «Красная шапочка». Это Леонид Нечаев. Оля, скажи, пожалуйста, что труднее, сниматься в кино или петь на сцене? И то, и другое нелегко. Но ты с радостью согласилась сниматься. В общем-то, это мечта многих женщин. Нет, я не мечтала об этом. Ну, все-таки согласилась? Согласилась. Не сразу? Не сразу, да. Благодаря моему мужу, который буквально силком притащил меня на кинопробу. Значит, Оля, ты хочешь сказать, что если бы ты была не замужем, то ты бы не снялась? Да, наверное, нет. А скажи, пожалуйста, а если тебе поступит после этой картины, я думаю, что вот предложение, тебя опять надо будет за руку тащить? Нет, если это будет хороший фильм. Да, теперь уже соглашусь. Скажи, зачем ты каждый день? Ты ходишь под моим окном, ты ходишь под моим окном. Печальный тенью, 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 тенью. И раз, и два, и три, и пять тебе устало повторять. Одно и то же говорить, что перестал за мной ходить. Каплsecondство Тебе ходить за мной не лень, Но одного не понимаешь За мною следуя, как тебе Ты только время зря теряешь Пойми, что в жизни никогда Уже не изменю я мнение Ты будешь для меня всегда Ты будешь для меня всегда Лишь только тенью, тенью, тенью И раз, и два, и три, и пять Тебе устало повторять Одно и то же говорить Что перестал за мной ходить И раз, и два, и три, и пять Тебе устало повторять Одно и то же говорить Что перестал за мной ходить И раз, и два, и три, и пять Тебе устало повторять Одно и то же говорить Что перестал за мной ходить И раз, и два, и три, и пять И раз, и два, и три, и пять Тебе устало повторять Тебе устало повторять Одно и то же говорить Что перестал за мной ходить Традиционную рубрику Рекомендательное письмо Представляет Вячеслав Малежек Добрый вечер Вы знаете, прежде чем рекомендовать Своих друзей, которых я привез На нашу программу Я хочу несколько слов сказать Ну, скажем так, об истории нашей эстрады Вы, наверное, обратили внимание Что очень многие звезды Нынешние звезды советской эстрады Ну, такие звезды, как Алла Пугачева Ира Понаровская Такие звезды, как Александр Барыкин Александр Буйнов Ну, Алексей Глызин Вячеслав Малежек Вячеслав Малежек, да Сергей Великов, Юрий Антонов Женя Белоусов Все они начинали свою деятельность И путь Свой звездный путь В вокально-инструментальных ансамблях В тех самых вокально-инструментальных ансамблях Которые ужасно ругают наши прессы И, наверное, вокально-инструментальные ансамбли Для этих молодых парней и девушек Были в свое время прекрасной школой мастерства Я сейчас хочу представить трех людей Которые тоже решили начать самостоятельное плавание В волнах советской эстрады Значительное время поработав В вокально-инструментальных ансамблях Собственно, первого человека Даже рекомендовать, наверное, не надо Потому что большинство сидящих Сегодня в этом зале Да и у кранов телевизора Должны прекрасно помнить блондина Который работал в ансамблях самоцвета В ансамблях пламя Который спел множество песен Прекрасных песен Которые пела потом вся страна Он был популярнее самого Юры Шатунова Потом он на долгое время исчез И сейчас, вот, скажем так Как поется в известной песне Уйти, чтобы вернуться Он решил снова вернуться на эстраду Сейчас я представлю вам Валентина Дьяконова А вы в качестве аванса Устройте ему бурный аплодисмент Валентин Дьяконов Я хочу Валентина попросить Спеть, скажем, песню, которая На его взгляд Наиболее стала популярной В нашем народе Это первая такая просьба Может быть, напоешь? Это, видимо, песня Марка Фрадкина На стихе Михаила Влицковского «Красный конь» На заре Ранним утром На заре За рекой По траве Ходит в поле Красный конь Красный конь Горда По земле Копытом Бьет Тишину Из речки Бьет Мое детство Красный Конь Такая песня была Еще одна песня В исполнении Валентина Дьякона Песня, которую Валентин написал На стихе Михаила Таневича Она называется «Погрустима» Без виды и переполоха Без причины и вне числа Человеку бывает плохо Просто плохо и все дела Поглядишь на меня печально И растерянно спрячешь взгляд Погрусти это так нормально Только роботы не грустят Только роботы не грустят Погрусти 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 Мы причину всегда отыщем А бывает и не одно И как лодка с дырявым днищем Помаленьку Погрусти 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 Пусти Научился электрогитарами Современный владеть человек И с гармошками, и с баянами Стали редко рассветы встречать И в деревне певца иностранного Знают многие, как величать Пой, пой, пой Старый мотив простой Он иногда стоит того, чтобы послушать его Забываются песни старые Есть у жизни законы свои И поэтому вдруг перестали мы Слушать то, что поют соловьи Ритмы модные, ритмы разные Не смолкают ни ночью, ни днем Только мы почему-то по праздникам Новых песен почти не поем Только мы почему-то по праздникам Новых песен почти не поем Пой, 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 пой Старый мотив простой Он иногда стоит того, чтобы послушать его И бессонною ночью Я транзистор Я транзистор японский кручу И услышать хочу Семиструдную звуки вальса Услышать хочу И услышать хочу Семиструдную звуки вальса Услышать хочу Пой, 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 пой Старый мотив простой Он иногда стоит того, чтобы послушать его Он иногда стоит того, чтобы послушать его Пой, пой, пой Пой, пой